Часть объектов Севастопольского морского порта при передаче предприятия в федеральную собственность город может сохранить за собой. Об этом пишет ТАССО с ссылкой на заместителя министра транспорта России, главу Росморрич флота Юрия Цветкова. По его словам, правительство Севастополя предложило альтернативный вариант передачи Севморпорта федеральному ведомству. Далее цитата. Коллеги из Севастополя больше задумываются о том, чтобы оставить порт в своей собственности и передать только часть объектов порта в федеральную собственность. Однако мы в свою очередь выполняем поручение президента России по передаче этого порта в федеральную собственность, цитирует агентство Слова Цветкова. По его словам, для пересмотра условий передачи порта в федеральную собственность властям Севастополя необходимо согласовать этот вопрос с президентом России. Дальше опять цитата. Сейчас осуществляется аудит предприятия, который является первым этапом в определении дальнейших шагов по вопросу развития порта, добавил глава Росморрич флота. Напомним, ранее на встрече с коллективом Севморпорта в Рио губернатора Севастополя Михаил Развожаев говорил о возможности сохранить предприятие в городской собственности, если найдутся варианты вывести его из финансового опеки. «Правительство уже под моим руководством должно сформулировать, как должен порт развиваться, если он остается в собственности субъекта, то есть в собственности Севастополя. Если эти предложения, они по разным линиям будут адекватны, правильны и воспринимаемы, которые дадут финансовую модель, чтобы мы не бесконечно из бюджета датировали предприятие, а все-таки предприятие, на мой взгляд, способно само зарабатывать и дальше развиваться, то у нас все это получится, соответственно, оно останется в собственности субъекта». Кроме того, в конце августа правительство Севастополя выделило субсидию государственному унитарному предприятию «Севастопольский морской порт» в размере 54 миллионов рублей на оздоровление. Позже планировалось увеличить сумму поддержки еще на 4 миллиона 26 тысяч рублей. Напомним, о передаче губ Севморпорт в федеральную собственность в марте этого года сообщил экс-губернатор Дмитрий Овсянников. Он был убежден, что правительство Севастополя не может быть эффективным собственником ключевого для города предприятия. Ранее о целесообразности такого решения говорил бывший вице-спикер законодательного собрания города Александр Кулагин. Сейчас, по его информации, этот вопрос прорабатывается, но пока не в активной фазе, сообщает интернет-портал «Форпост». Решение о передаче Севморпорта федералом местные чиновники под руководством Дмитрия Овсянникова стали активно продавливать после обнародования информации о возможном намеренном банкротстве предприятия.